Так что ж такое ПП? Правильное питание. Хочу сказать одно. Дело в том, что такого понятия не существует. Существует понятие сбалансированного питания. Куда входит и правильное питание, и рациональное питание. Но дело в том, что очень часто я встречаю такие рецепты у ППшек, что они меня немножко обескураживают. Часто вижу такой вариант. Добавьте вместо обычной пшеничной муки кукурузную муку. Или овсяные хлопья перемолтые в мясорубке. Ну, вернее, скажем так, в кофемолке. Что якобы кукурузная мука намного полезнее пшеничной муки. Либо овсяная мука намного полезнее пшеничной муки. Либо ржаная мука тоже полезнее пшеничной муки. Знаете что? Вы выбираете сами, какую муку вам добавлять в продукты, которые вы готовите. Если вы возьмете и почитаете состав, то в среднем практически вся мука имеет от 300 до 360 калорий и где-то 60-65 грамм углеводов. Единственное, что хочу сказать. Чем выше сорт муки, тем меньше полезных веществ не сохраняется. Потому что во время помола из-за крупы, так скажем, удаляются твердые элементы и клейковина. И чем больше ее удалено, тем меньше полезных веществ остается в муке. Поэтому, если я добавляю пшеничную муку второго сорта в выпечку, это не значит, что она становится вредной. В принципе, вредных продуктов не существует. Существует количество их употребления и встраивания их в рацион. То есть, если у вас есть задача сбросить вес, то не надо избавляться от всех продуктов, по вашему мнению, которые очень сильно вредны. Например, конфеты, сахар, хлеб, макаронные изделия, картофель. Существует диета номер 8, в которой конкретно написано, что надо ограничить употребление продуктов с высоким содержанием углеводов, которые быстро усваиваются. То есть, если это картофель, то его надо варить в мундирах и есть не чаще двух раз в неделю. Если это макаронные изделия, то их надо отваривать не до полной готовности, а так называемой аль денте. Если это мука, то, конечно же, лучше мука второго сорта. Я ее использую. Если это сладости, то надо ограничить их и употреблять в качестве десерта. Но скажу так, если вы будете разнообразить свое меню и позволять себе есть те продукты, которые якобы запрещены в рамках нормы, то у вас не будет возникать дикой потребности в том, чтобы обожираться сладким. Обожраться выпечкой и так далее. Извините, что слово обожраться использую, потому что, ну действительно, когда человек сидит на безумных ограничениях, он чаще всего срывается и начинает обжираться. Но представьте, если я вам скажу, что вам надо обязательно каждый день съедать по одной конфете в завтрак. То есть на завтрак вы кушаете, что вы привыкли, плюс обязательно конфеты. Ну, вы были, вы сидите на диете. Ну, я не знаю, ты, например, любишь мармелад. И тебе говорят, мармелад есть нельзя. И ты его не ешь. И каждый раз, приходя в магазин, ты видишь мармелад, у тебя текут слюни, у тебя сводит живот. И ты думаешь, господи, за что? Что, почему мне нельзя есть мармелад? И вот в один прекрасный день, либо кто-то приносит мармелад на работу, либо ты приходишь в гости, и там есть мармелад, или какой-то праздник, или все что угодно. И ты говоришь, к черту все, я хочу мармелад. И ешь до тех пор, пока не нажрешься. И потом получается такая ситуация. Ты себя винишь в том, что ты, так называемая, сорвалась. А если бы ты ела по одной мармеладинке каждый день, спокойно, не думая о том, что это вредно или полезно, сорвалась ли бы ты, я сомневаюсь. Так вот, я недавно где-то слышала такое выражение повеловного мозга. Я не помню, где я его слышала, но у меня возникает такое ощущение, что это выражение придумано не зря. Дело в том, что девушки, которые считают, что они сидят на ПП, ограничивая себя во всем, потому что они герои, очень сильно урезают прежде всего углеводы. А углеводы нам нужны для головы, для вот этого, для мозгов. И когда у человека количество углеводов дико ограничено, организм не может снабдить мозг нужными так называемыми ингредиентами. И вдруг, неожиданно, у девушек отключается логика. И, видимо, вот это и называется ПП головного мозга. Дорогие мои любимые, будьте логичнее. Поймите одну вещь. Не существует вредных или полезных продуктов. Вредными вы их делаете сами. И полезными вы их делаете сами. Хочу еще одно добавить. То есть, если вы едите еду, тастология, которая вам не нравится, то чаще всего вы едите ее с неудовольствием. И на пользу она чаще всего не идет. Потому что, когда нам не нравится еда, мы не испытываем потребности в ней. И не испытываем слюноотделение и вырабатывание желудочного сока. Соответственно, усвоение этой пищи ухудшается. Может быть, все-таки подумать не о ПП, а о сбалансированном питании. Продолжение следует...